НТВ Плюс Футбол Встречается со сборной командой Франции Буквально минуту назад матч начался И вот советские футболисты уже успели провести довольно неплохую атаку Которая закончилась подачей углового И там вратарю французов Желюбацу пришлось потрудиться Итак, 5 июня 1986 года Леон, Франция против Советского Союза И быстро о составах команд Сборная Советского Союза в воротах под первым номером Ренат Досаев Линия обороны номер 2 Владимир Бессонов Номер 5 Анатолий Демьяненко Номер 10 Олег Кузнецов И под 15 номером Николай Ларионов Полузащита 7 Иван Еремчук 8 Павел Яковенко 9 Александр Заваров 20 Сергей Олейников И 21 Василий Рац И один ярко выраженный нападающий Это Игорь Биланов Он под 19 номером Главный тренер сборной команды Советского Союза Валерий Лобановский Сборная Франции В воротах Жуэль Бац Номер 1 Защита Номер 2 Мануэль Амарос Номер 3 Вильям Аяш Номер 4 Патрик Батистон И номер 6 Максим Басси Полузащита 9 номер Луис Фернандес 10 Мишель Платини 12 Ален Жерес И 14 номер Жан Тигана И два нападающих Под 17 номером Жан-Пьер Попен И 19 номер Еник Стопера Главный тренер сборной Франции Андрей Мишель Главный судья матча Румуальдо Арпифилио Он из Бразилии И помогает ему испанец Арменио Санчес И японец Шизуко Такада И ваш комментатор на канале Н2Плюс Футбол Олег Пирожков Ну что ж Очень интересный матч Нам с вами достался Это был второй тур Группового турнира Чемпионата мира Группа Ц В первом туре сборная СССР Произвела просто Ошеломляющее впечатление На всех На зрителей На обозревателей На болельщиков На специалистов Выиграла со счетом 6-0 У команды Венгрии Буквально разгромила Очень крепкую венгерскую команду Ну а французы В своем стартовом матче Не без труда Обыграли сборную Канады Со счетом 1-0 Еник Стопера Атаковал ворота Сборной Советского Союза Стопера в первом матче Против канадцев Вышел лишь на замену За 20 минут До окончания матча Вообще Игра против канадцев Поставила ряд вопросов Перед главным тренером Сборной Франции Анри Мишелем Ну и Последовали определенные Перестановки в составе Правда Они были вызваны Не только Не совсем Приятным впечатлением Которое произвела Игра французов На их наставника В первом матче Но и Эти изменения Были вызваны Подготовкой к матчу С конкретным соперником Со сборной Советского Союза По сравнению С матчем Против канады Два новых футболиста Появились в составе У французов Это Защитник Аяш И нападающий Стопера Которого мы в деле Уже успели увидеть Ну и Не вышли на поле Тюссо и Рашто Если против сборной Канады Французы играли В три защитника Потому что Кири Тюссо Который выступал За клуб Бордо Он в принципе был Игроком средней линии То вот Против сборной Советского Союза Вышли четыре Номинальных защитника Причем Произошли перестановки И по позициям Во французской обороне В частности Номинальный правый защитник Мануэля Мороз Перешел на левый фланг В центре обороны Пару Батистону Составил Аяш Который в этом матче Дебютировал на чемпионате мира Ну а Максим Баси Действовал В основном На правом фланге Но Его главной задачей Была персональная опека Игоря Биланова Сборная СССР в атаке И удар по воротам Наносил Павел Яковенко И очередной угловой Ворот французов Что касается Валерия Лобановского То он не внес Никаких изменений В стартовый состав Сборной СССР По сравнению с матчем Против фенгеров Ну и наверное Этих изменений И не стоило ожидать Потому что Просто великолепную игру Показала наша команда Игру на высоких скоростях На высочайших скоростях Это стало откровением Для всех Рац подает угловой На ближнюю штангу Все это очень опасно Но вот Скидка Чуть дальше На дальнюю штангу Она не имела успеха Потому что никого Из советских футболистов Там не оказалось В условиях Мексиканской жары А матчи Большинство матчей Проходило при температуре Под 30 И за 30 градусов тепла В условиях высокогорья Далеко не все команды Отваживались Поддерживать высокий темп На протяжении Большей части матча Вот сборная СССР Оказалась одной из таких команд Конечно Во время матча с венграми Наши брали паузы Периодически Но большую часть игры Сборная Советского Союза Провела просто в ураганном темпе И во многом За счет скорости И переиграла венгров Пеле Посмотрев первый матч Стартовый матч Сборной СССР На этом чемпионате мира Образно выразился В том плане Что русские Оседлали Сверхзвуковые самолеты И мы видим Что и матч против французов Наша команда Начала достаточно активно Ну а сборная Франции Считалась одним из Фаворитов Этого чемпионата мира Французы на тот момент Были действующими чемпионами Европы За два года до этого чемпионата В 1984 году Сборная Франции стала Сильнейшей на континенте Вновь правым флангом Атаковала сборная СССР Это уже Иван Еремчук Делал передачу А это Заваров с мячом Великолепная техника Входит Заваров в штрафную Падает в борьбе С Мануэлем Аморосом Но судья Арпифилия Показывает что Нарушения правил не было И снова наши в атаке И удар издали Правда значительно выше ворот Это был Павел Яковенко Вообще состав Сборная Советского Союза Вот тот состав Который вышел на стартовый матч Против венгров И тот состав Который начал вот этот матч Против французов Он заметно отличался От состава Который прошел Отборочный турнир Ну и тренер сменился Не секрет что Во время отборочного турнира А советская сборная выступала В шестой европейской отборочной группе Нашей командой руководил Эдуард Малафеев И сборная Союза Достаточно неудачно стартовала В отборочном турнире В июне 85-го года За год до старта Финального турнира Чемпионата мира Перспективы нашей команды Выглядели очень и очень туманно Всего лишь одна победа в пяти матчах Четыре очка было набрано Ну и поражение от датчан В Копенгагене Конечно Очень неприятный осадок оставило Тогда великолепная сборная Дании Полностью переиграла нашу команду Затем удалось положение поправить Три заключительных отборочных матча Сборная СССР проводила на своем поле И во всех трех одержала победу Над датчанами, ирландцами и норвежцами Помогло и то, что Соперники кроме датчан Сорили буквально очками Отбирали их друг у друга В итоге сборная СССР заняла второе место В отборочной группе И квалифицировалась в Мексику Но затем уже в 1986 году В год чемпионата мира Провела серию неудачных Таорических матчей Были сплошные поражения Ну и вот после Матча с финнами Который завершился в ничью 0-0 В Лужниках Проходила эта игра Эдуарда Малафеева На посту главного тренера сборной Сменил Валерий Лобановский Менее чем за месяц До начала чемпионата мира Лобановский возглавил сборную И привел туда Многих футболистов Киевского Динамо Опасный намечался штрафной У наших ворот Но в итоге все завершилось Вот таким вот Слабеньким ударом С которым Досаев без труда справился Киевская Динамо Весной 1986 года Выиграла Кубок Кубков И не случайно Костяк вот этой команды Которая выступала в Мексике Составили именно футболисты Киевского Динамо Всего 12 игроков Киевской команды Были включены в официальную заявку 12 из 22 То есть больше половины И вот в этом матче Против французов В стартовом составе Вышли сразу 8 Киевских Динамовцев Ну а другие клубы Представляли Досаев Спартак Ларионов Зенит И Олейников Минская Динамо Вот всего лишь 3 человека Не киевляне Кстати Ренат Досаев В отборочном турнире Без замен провел все матчи И кроме него Во всех матчах Правда С заменами участвовали Олейников и Гоцманов Минские Динамовцы Попытка ударить с дальней дистанции Как раз Сергей Олейников Пристреливался Но не слишком удачно Снова Олейников На этот раз играет в пас И рвался сейчас В чужую штрафную Павел Яковенко Арпифилия показывает Что были нарушены правила Румальдо Арпифилия Был одним из лучших Арбитров на том Чемпионате мира И не случайно Именно этому Бразильскому судье Было доверено В итоге обслуживать Финал Жоэль Бац Вот кстати Бац Так же как и Досаев Без замен провел Все 8 матчей Отборочного турнира Ну о том Как выступала Сборная Франции В отборе Чуть позже Вот после вот этого Штрафного удара В исполнении Советских футболистов Мощную стенку Выстраивает Бац Сразу 5 человек И вроде как И шестой Туда пристраивается Нет Ален Джерес Все таки В стенку не встанет Удар поворотом Павел Яковенко Бил И угодил Аккурат в стенку Это Бессонов Забрасывает мяч На правый фланг Туда подключается Николай Лырёнов Лырёнов действовал На позиции правого защитника Но очень Толково И очень Своевременно Всегда подключался К атакам И не случайно В матче Со сборной Венгрии Ему удалось Забить мяч Ну и вообще То что В составе Сборной Советского Союза Вышел на поле Лишь один Номинальный нападающий Ни в коем случае Не говорило О каком-то оборонительном уклоне В игре нашей команды Вот посмотрите Как активно действуют Советские футболисты На первых минутах И уже Заваров Бил головой Так подрезал мяч В ближний угол Все дело в том Что Биланова Который действовал На острие атаки Поддерживала целая группа Футболистов Которые обладали Очень Хорошим ударом И Таким хорошим вкусом К комбинационной игре К игре в пас Это конечно И Заваров И Олейников И Рац С фланга И Яковенко В общем игра Сборной Советского Союза В атаке Производила очень хорошее впечатление Это французы Идут вперед И Вильям Аяш С правого фланга Навешивал мяч Расстановка французов Тоже не была догмой И Игроки линии обороны И полузащиты По ходу матча Менялись местами Вот сейчас мы в частности Наблюдали как Вильям Аяш Который большую часть матча Провел В центре обороны Он подключался к атаке Как раз по флангу Снова сборная СССР Идет вперед И обратите внимание Какой высокий темп На первых минутах матча И задала этот темп Именно советская команда Один из самых активных В составе нашей сборной Александр Заваров Наносил удар С дальней дистанции Ну а что касается Сборной Франции То французы выступали В четвертой европейской Отборочной группе И квалифицировались Так же как и сборная СССР Далеко не без проблем После чемпионата Европы Мишель Идальго Главный тренер сборной Франции Покинул свой пост Его место занял Анри Мишель Который еще в 78 году Участвовал в чемпионате мира Как игрок Обозреватели французские Отмечали что Мишелю Может быть не хватает опыта Но под его руководством Сборная Франции Все таки решила Главную задачу Вышла в финальную стадию Чемпионата мира Правда пришлось потрудиться Соперники французов В отборочной группе Были Югославы Сборная Люксембурга Сборная ГДР И сборная Болгарии Так вот и восточным немцам И болгарам На выезде французы проиграли Все решалось в последнем матче В Париже На стадионе Парк Де Пренс Французы обыграли Сборную Югославии 2-0 Оба мяча забил Платини Он же кстати стал И лучшим бомбардиром Всего отборочного турнира В составе сборной Франции С четырьмя мячами И вот таким образом Сборная Франции Заняла первое место в группе И попала в финальную часть соревнований Которая уже проходила в Мексике Очень хорошая дальняя передача Василий Рац Отыскал Игоря Биланова Биланов тут заложил Пару виражей Отличный финт И удар поворотом Удар поворотом Наносил Василий Рац Вот мы увидели в деле И Игоря Биланова Увидели как он Здорово открывается Как он техничен Обыграл двоих французов Прежде чем отдать Пас под удар Рац И увидели Как полузащитники Сборной Советского Союза Начинают атаки И сами же оказываются Потом на острие этих атак Угловой будет подавать Советская сборная Французы большими силами Отошли в свою штрафную Ну а у нас Анатолий Демьяненко Будет навешивать мяч И вновь на ближнюю штангу И удар издали Какой опасный удар Сергей Олейников Бил поворотом Олейников уже в первом матче Против венгров Показал всем Как он может бить издали И уже на четвертой минуте Матча с венграми Он вот похожим ударом С дальней дистанции Забил второй мяч В ворота соперника Ну а счет наши открыли Уже на второй минуте И сделал это как раз Николай Ларионов Про которого мы сегодня уже Говорили Жан Тигана С мячом 15 минут сыгран Очень интересно проходит Этот матч И преимуществом владеет Сборная СССР Кузнецов Кузнецов Много двигались Играли на высоких скоростях И сейчас взяли небольшую паузу Позиционная атака Неспешно передает мяч друг другу Вот сейчас ускорился Заваров Пошел в обводку Но мяч потерял Французы в атаку А мороз Сборной Канады И там вновь Ну и во-вторых Чаще применяют Средняя и длинная передача Линия полузащиты Была, пожалуй, сильнейшим звеном В составе французской сборной Причем французская полузащита Считалась сильнейшей В Европе И, возможно, даже в мире Разве что бразильская полузащита В те годы могла поспорить В плане звездности В плане содержания игры Со средней линией сборной Франции Фернандес, Платини, Жерес, Тигана Показывали просто великолепный футбол Но на первых минутах матча Против сборной СССР Французам больше приходится действовать На разрушение Вот сейчас очень опасный был момент Аяш не уследил сейчас За подключением Анатолия Демьяненко И наш капитан наносил удар сходу Тигана с мячом Жерес И Жереса накрывают наши футболисты Сборная СССР на этом чемпионате мира Очень здорово применяла коллективный отбор Вот сейчас мы видели, как только Жерес получил мяч Сразу же рядом с ним оказались два футболиста сборной СССР Еще третий готовился встречать Жереса Если кто-то все-таки проскочит Снова Жерес На этот раз убрал мяч от Олейникова И сделал передачу направо Попен сместился уже на фланг Навес, но навес прямо в руки Досаева Попен и Стопера Периодически менялись местами Но включение Стоперы в состав на матч против сборной СССР было оправданным Поскольку Доминик Рашто, ветеран 33-летний, который играл с первых минут в матче против канадцев С годами уже несколько утратил скорость А именно скорость могла стать союзником французов в атаке в этом матче Могло быть очень опасно Пропустил сейчас Максим Басси мяч Так пригнулся в центре штрафной И на счастье французов Холоднокровен оказался Вильям Аяш Он и отпасовал назад Желю Бацу Тягана, как правило, от своей штрафной начинает атаки французов Вот здорово играет Стопера Освободился от опекуна и ударил поворотом Досаев не рискнул ловить мяч намертво И отбил его кулаками в сторону И хорошо, что никого из французов не оказалось на добивании Но, к слову, Досаев очень удачно и отбил мяч Отбил в сторону Очень зряче Туда, где находился наш защитник Олег Кузнецов Пошел в обводку Еремчук И против него нарушили правила французы Вот Еремчук Один из восьми футболистов Киевского Динамо Которые вышли в стартовом составе сборной Советского Союза В этом матче У французов самым большим представительством Мог похвастаться Бордо Вот если брать этот конкретный матч Три футболиста Бордо вышли в стартовом составе Это Батистон, Жрес и Тягана Штрафной удар До ворот достаточно далеко Но нервничает Батц Мощный выстрел Правда, значительно выше ворот На этот раз бил Василий Рац И Яковенко, и Рац, и Олейников Могли очень неплохо пробить с дальней дистанции Это вот еще раз к вопросу о том, что В атаке сборной СССР Солировали не только номинальные форварды Ну и вот если в стартовом составе был только один номинальный нападающий у нас То в резерве находились еще очень яркие игроки Линии атаки Вот после этой атаки французов Можно будет упомянуть о запасных Итак, в сборной СССР в запасе вратарь Виктор Чанов Защитник Александр Бубнов Нападающий Сергей Родионов и Олег Блохин И еще Вадим Евтушенко, которого тоже В принципе можно причислить к нападающим Хотя и в клубе, и в сборной он выполнял такие двоякие функции И чистого форварда играл, и действовал из глубины также Сейчас очень здорово сыграл головой Иван Еремчук Буквально спас нашу команду Потому что там уже готовился Мишель Платини Замкнуть вот эту передачу Французы чуть активизировались Отодвинули игру от своих ворот И мы видим, что сборная СССР приходится сейчас обороняться Вот в эти минуты Ален Джерес будет навешивать уже с противоположного фланга И снова наши мяч выбивают Что касается запасных французов То у них в резерве голкипер Альбер Рюст И полевые игроки Ивон Леру Бернар Жингени, Филипп Веркьюис и Бруно Белон Напомню, тогда можно было только пятерых футболистов заявлять в запас А не всех оставшихся Как вот уже в наши дни В наши дни любой футболист из заявки на чемпионат Может выйти на поле на замену в любом матче И вновь не спеша сборная СССР разыгрывает мяч в центре поля Вы наверняка обратили внимание Что не слишком заметен у французов В эти первые 20 минут матча Мишель Платини И это неспроста Не потому, что Платини действует как-то вяло Или он не в лучшей форме Отнюдь нет, Платини на этом чемпионате демонстрировал очень хороший футбол Просто очень грамотно построил тактическую игру нашей команды Валерий Лобановский У Платини не было постоянного персонального опекуна Как, допустим, у нашего Беланова Но сразу несколько футболистов по очереди встречали его Причем опека Платини начиналась еще на половине поля французов И первым, как правило, вступал с ним в борьбу Заваров К которому готовились прийти на помощь Яковенко и Еремчук Ну а если Мишелю Платини удавалось все-таки получить мяч и продвинуться ближе к нашим воротам То там уже Олег Кузнецов его встречал Таким образом, нашим футболистам удалось отжать Платини на половину поля французов Платини приходилось начинать атаки из глубины И вот поэтому он был не слишком заметен Снова навесная передача Мы видим, что футболисты сборной СССР не брезгуют такими верховыми подачами в штрафную Хотя игра в воздухе всегда не считалась таким уж большим козырем Серьезным козырем в руках нашей команды Но вот сейчас мы видим, что и вверху у французов возникают проблемы Очередной угловой Демьяненко подает с левого фланга атаки сборной СССР И по мнению судьи Арпифилио, теперь уже наши футболисты нарушили правила фолловой атаки Аяш Жирас Это Максим Баси Максим Баси, который на этом чемпионате мира представлял клуб Рейсинг Причем Рейсинг в сезоне, который вот только завершился перед чемпионатом мира Выступал во втором французском дивизионе Демьяненко идет вперед И сборная СССР вступает в отбор Вот только Демьяненко потерял мяч Тут же наши футболисты навязали сопернику борьбу и отвоевали мяч себе Посмотрите, как глубоко оттянулся Попен Вот не только Платини, но и Попен Глубоко оттягивался назад, ближе к своим воротам Сборная СССР играла очень компактно Выражаясь современным таким футбольным языком Играла очень компактно И у французов не было глубины атаки Ну а к подключениям по флангу Анатолия Демьяненко Все уже привыкли, но Эти подключения от этого не становились менее острыми Потому что очень все грамотно по ситуации делал наш капитан И партнеры эти подключения всегда замечали И практически никогда рывки Демьяненко не проходили в холостую Если он подключался вперед, то всегда получал мяч Ну а как распорядиться этим мячом, капитан сборной СССР знал В центре поля достаточно жесткой борьбы Но пока, вот в первой половине первого тайма В большинстве этих единоборств победителями выходят советские футболисты Ларионов бросает мяч из аута Яковенко перевод на левый фланг На Василия Раца, но чуть-чуть не рассчитал силу передачи Павла Яковенко Платини с мячом Вот так со своей половины поля Платини начинает французскую атаку Передача на Ажереса Ажереса очень внимательно стережет Владимир Бессонов в этом эпизоде Кузнецов Олейников И снова диагональ В расчете на рывок Василия Раца И снова чуть-чуть не рассчитал наш футболист Теперь уже Сергей Олейников Но дело не только в том, что не рассчитал силу удара сам футболист Но и в том, что в условиях высокогория мяч летел порой чуть с большей скоростью Чем изначально рассчитывал футболист, делавший передачу И на это приходилось делать скидку И к этому со временем футболисты привыкали Вот сейчас такая срезка получилась у Кузнецова У главого все-таки не будет Но будет аут В исполнении французов Сборная Франции и СССР победами в первый игровой день Сделали такую очень серьезную заявку на выход из группы И в принципе в этом матче и ту и другую команду могла устроить ничья Но сознательно на ничью, конечно, никому и в голову не приходило играть По крайней мере с первых минут Еще и потому, что выигрыш группы, первое место в группе Давало определенное преимущество на следующем этапе Кто же знал тогда, что сборная СССР, заняв в итоге первое место И получив в соперники команду, которая в своей группе заняла лишь третью строчку А именно бельгийцев В итоге на этих самых бельгийцах и споткнется Олейников пошел вперед Устоял на ногах и сделал передачу в штрафную Но там сразу трое французских защитников Остерегли Игоря Беланова Тягана Рядом Жирес получает мяч Какой технарь Жирес, посмотрите, все-таки освободился от двух советских футболистов И получил сзади по ногам И сейчас будет желтая карточка Причем стоит признать, что желтая карточка совершенно справедлива Показано Василию Рацу Полчаса сыграли команды И первое предупреждение Василий Рац получает горчичник за удар сзади по ногам И пока Олен Жирес не поднимается с газона Требовались, конечно же, паузы футболистам Мы об этом уже говорили И даже футболисты сборной СССР Которые славились своей функциональной подготовкой Тоже вынуждены были периодически сбрасывать скорость Не говоря уже о французах О французах, которые были более возрастной командой И вообще одной из самых возрастных команд на чемпионате Вот, судя по всему, розыгрыш задумывался Ну, а в итоге состоялся такой навес Навес и еник стопера Нападающий из клуба Тулуза Бил по воротам, правда, в створ не попал Олейников Мы уже видели несколько эпизодов фланговых атак В исполнении сборной СССР Анри Мишель, наставник французов Как раз и указывал и перед матчем И уже после матча На то, что одной из главных задач французской команды Было прикрыть фланги В целом, по мнению Мишеля С этой задачей справиться удалось Но мы видели, что будь чуть поудачливее В завершающей фазе атаки наши футболисты То вот некоторые из этих фланговых атак Могли завершиться удачно Ну, а теперь уже Мишель Платини Получил по ногам Платини, который в эти полчаса достаточно редко встречался с мячом А если и встречался, то в основном на очень удаленном расстоянии от советских ворот Луис Фернандес Луис Фернандес только что был на ваших экранах Вот еще одна отличительная черта игры французов в этом матче Отличительная черта по сравнению с игрой против канадцев Ну и вообще По сравнению с большинством матчей на том чемпионате Что Луис Фернандес действовал очень активно И гораздо больше Времени уделял созиданию Чем в других матчах Мы видим, что в этой встрече Жан Тигана практически не ходит вперед И действует в районе своей штрафной Действует в отборе Начинает атаки французов Но вперед не выдвигается А вот Фернандес, который был в большей степени разрушителем Вот если брать эту четверку Знаменитую четверку французских полузащитников Жерес, Платини, Тигана и Фернандес То, пожалуй, именно Фернандес был главным специалистом по части разрушения Но вот в этом матче Мы видим его в непосредственной близости у штрафной сборной СССР И видим, что он охотно участвует в комбинационной игре своей команды Ну а теперь очередной фол Фол до ворот около 30 метров Стенка из трех человек Ну не факт, что французы будут бить Но вот уже и не три человека, а целых шестеро уже в стенке Удар поворотом Да, удар состоялся, удар очень опасный И бил Мишель Платини Вот стандарт, это, пожалуй, то немногое Что позволено Платини в этом первом тайме Удар получился очень опасным Но Игорь Биланов выскочил из стенки чуть раньше И получил желтую карточку за это И к тому же перебить удар Могут французы, так решил судья Арпифилия И вновь удар поворотом И вновь удар в исполнении Платини Правда, на этот раз в стенку Аяш Но уже остановлена игра Не все французы расслышали свисток судьи Свисток вот этого импозантного господина Румальда Арпифилия из Бразилии Чемпионат мира 1986 года должен был проходить в Колумбии Но страна не потянула затрат на организацию турнира И уже в 1983 году колумбийцы официально отказались От проведения этого турнира Ну а Мексика стала первой страной Где чемпионат мира прошел дважды В 1970 году и вот в 1986 году Ну и еще вот такой интересный факт В третий раз подряд чемпионат мира прошел в испаноговорящей стране Аргентина 78, Испания 82 и вот Мексика 86 Разумеется погодные условия наложили отпечаток на ход всего турнира На тактику команд в том числе И конечно европейским сборным пришлось чуть посложнее Чем сборным из Южной Америки Чем африканским командам Но тем не менее Среди фаворитов значились такие сборные Как сборная Франции, сборная Италии Ну и конечно западные немцы Вечные фавориты тоже рассматривались как команда Которая может многого добиться на этом турнире 24 команды принимали участие в финальной стадии этого чемпионата мира Это был второй мировой чемпионат Который проходил в таком формате 24 команды До этого команд было 16 Ну вот президент ФИФА Жао Абиланш Еще до своего избрания в 1974 году Проводил очень активно идею о том Что надо расширить количество участников финальных турниров Вот в итоге эта идея и была реализована И в частности во многом Так в кавычках по вине Абиланжа Колумбия и в итоге отказалась от проведения этого турнира Финала чемпионата мира Просто потому что Чемпионат с 24 командами Был конечно гораздо дороже Для проведения чем Чемпионат с 16 командами Правда и доходы организаторов В итоге были гораздо выше Заметно спал темп К концу первого тайма И это не удивительно Французы провели несколько атак Правда до опасных ударов дело доходило редко И пожалуй самым опасным стоит признать удар Платини со штрафного Правда в итоге этот удар пришлось перебивать Мы помним как из стенки выскочил Биланов Получил желтую карточку Ну а с игры французам мало что удается создать Пару раз был активен Леник Стопера Еще раз бил из пределов штрафной Жан-Пьер Попен Но это были довольно не сильные удары Тигана с мячом Пас на правый фланг Там Жерес открывался Но мяч ушел в аут Демьяненко вбрасывает из-за боковой Олейников Яковенко И пас на Биланова Игорь Биланов Вот в этой ситуации чуть сместился влево В ту зону где обычно подключался к атакам Василий Рац Но вот теперь Рац уже со своего левого фланга навешивает Но точно в руки жалю Бац Бац один из многочисленных чемпионов Европы в составе французов Один из тех кто за два года до этого чемпионата мира выиграл континентальное первенство Но и определенные изменения в составе французов произошли Несколько ветеранов команду покинули Но в целом костяк команды сохранился И вот еще раз повторю Сборная Франции на этом чемпионате мира была одной из самых возрастных команд Снова советские футболисты вступают в отбор в центре поля Делают это очень удачно И вот если бы Заваров чуть-чуть пораньше освободился от мяча То атака могла бы получить более интересное продолжение Демьяненко Очень хладнокровно, очень технично переиграл сейчас французского нападающего Но вот ошиблись наши в центре поля Пас на ход Жан-Пьеру Попену и удар без обработки Молодой 22-летний Жан-Пьер Попен выступал в то время за бельгийский клуб Брюге Попен был одним из двух легионеров в составе сборной Франции Но природа этого легионерства у Попен и Попена была совершенно разной Если Попен выступал за суперклуб, за Ювентус, который перекупил его за серьезные деньги у Сент-Этьена То Попена по большому счету французские селекционеры не рассмотрели В молодом возрасте И он уехал в Бельгию И там сделал себе имя И уже после нескольких лет успешных выступлений за Брюге Достаточно скромный по европейским меркам клуб Попен вернулся во Францию и выступал уже за французские клубы Ну вот и настала пора французам получать горчичники Луис Фернандес Грубо сыграл против Заварова Сошлись две девятки И вот французская девятка получила желтую карточку Луис Фернандес в будущем очень хороший тренер На этом чемпионате мира он представлял клуб Пари Сан-Жермен Но правда вот еще до начала чемпионата А Фернандес заключил контракт с клубом Рессинг Удар поворотом на этот раз Олег Кузнецов Стрелял издали Правда сделал это неудачно Демьяненко И Тигана вступает в борьбу с Демьяненко Почти отобрал мяч И Анатолий Демьяненко вынужден был пойти на такой тактический фол Сорвал французскую атаку в зародыше Луис Фернандес Вообще Луис Фернандес предпочитал играть со спущенными гетерами без щитков Но вот в этом матче мы видим что экипировался он по полной программе И снова с мячом Фернандес Теперь уже французы не видят особых вариантов для продолжения атаки И поэтому так перепасовываются в центральном круге Ну а между тем игроки передней линии маневрируют Стараясь отклеиться от советских опекунов Платини Здорово сейчас обыгрался Стопера с Жересом Но в последний момент у Жереса мяч с ноги сняли И очередной жесткий стык На этот раз Николай Ларионов Сыграл самоотверженно и предельно жестко И досталось Мануэлю Амаросу Вот к концу первого тайма французские защитники чуть активизировались Ну Амарос вообще на протяжении всей своей карьеры Особенно когда он был помоложе Отличался склонностью к подключениям в атаку Ну а в 86 году Амарос как раз был молодым 22-летним защитником Удар по воротам мяч впадает в штангу Вот так вот достаточно неожиданно Продолжился этот игровой эпизод И как показалось Ренат Досаев был не слишком готов к этому удару Вновь атаковал наши ворота Мишель Платини И вновь со штрафного ему удался Очень хороший выстрел Давайте еще раз посмотрим Мощная стенка 7 человек Удар следовал в тот угол, где располагался Досаев Но еще раз повторю, как знать Сумел бы справиться Досаев или нет с этим мячом Повезло нашей команде Фернандес с мячом Очередной навес Здесь Стопера боролся с Ларионовым Посмотрите, как до конца борется французский нападающий И почти высоропал мяч И уже лежа на газоне Ларионов все-таки сумел этот мяч выбить Ну а теперь желтую карточку Желтую карточку получает Мануэль Амарос Очень резко он отреагировал На очередное решение судьи И за разговоры Получил Амарос эту карточку Ну а по мнению Арпифиля, французы нарушили правила В борьбе за мяч Но вот с этим был несогласен Амарос И Такая вот несдержанность стоила ему предупреждения Вот обратите внимание Уже 4 желтые карточки Арпифиля показал в первом тайме Причем Все предупреждения были вынесены буквально В промежутке каких-то 12-13 минут Еремчук вбрасывает мяч из аута Заваров Очень техничный футболист Заваров Но вот в целом ряде эпизодов Он, пожалуй, чуть-чуть заигрывается В этом первом тайме Хотя мы помним и эпизоды Просто блестящей игры Заварова Именно в обводке Когда за счет того, что ему удавалось Обыграть одного-двух соперников Сразу же возникала острота Вблизи французских ворот Биланов отошел чуть назад Сыграл в пас с Яковенко Яковенко ушел от подката Заваров Стеночка и Заваров в чужой штрафной И в последний момент Успевает его накрыть французский защитник И здесь нарушает правила Наш футболист Ну и буквально секунды какие-то остаются До окончания первого тайма Патрик Батистон сейчас Удачно сыграл против Заварова И ликвидировал острый момент ворот французов Пожалуй, последний острый момент В первом тайме Арпифилия дает свисток 45 минут игры сборных Франции И Советского Союза завершены Пока ничья 0-0 Но футбол очень интересный И не менее интересное продолжение Нас с вами ожидает во втором тайме Не сомневайтесь Итак, вторые 45 минут игры Матч группового турнира Мексиканского чемпионата мира Между сборными командами Франции И Советского Союза После первого тайма ничья 0-0 Наша сборная очень активно начала эту встречу И в первые 15 минут имела заметное преимущество Было создано несколько острых моментов Ворот французов Но ближе к концу тайма Темп игры несколько упал И это оказалось на руку Возрастным и техничным французам И острые моменты уже возникали У наших ворот И буквально за 2-3 минуты до окончания первого тайма Мишель Платини мощнейшим ударом со штрафного Угодил в штангу И быстро о составах команд Сборная Франции В воротах Жоэль Бац По первым номерам Из клуба Парис-Сен-Жермен Защита Второй номер Мануэль Аморос Монако Третий номер Вильям Аяш Нант Четвертый Патрик Батистон Бордо И шестой Максим Басси Рессинг Полузащита Девятый Луис Фернандес Парис-Сен-Жермен Десятый Мишель Платини Ювентус Италия Двенадцатый Ален Джерес Бордо Четырнадцатый Жан Тигана Тоже Бордо Пара нападающих Семнадцатый номер Жан-Пиер Папен Брюгге Бельгия И девятнадцатый Яник Стопера Тулуза Главный тренер Анри Мишель Сборная Советского Союза Клубную принадлежность Игроков указывать Не буду Скажу лишь, что Восемь киевских геналовцев В стартовом составе Вы наверняка Всех их Помните прекрасно И всех их узнаете Итак, первый номер Ренат Досаев В воротах Линия обороны Второй Владимир Бессонов Пятый Анатолий Демьяненко Десятый Олег Кузнецов Пятнадцатый Николай Ларионов Полузащита Седьмой Иван Еремчук Восьмой Павел Яковенко Девятый Александр Заваров Двадцатый Сергей Олейников И двадцать первый Василий Рац И единственный Номинальный нападающий Под девятнадцатым номером Игорь Биланов Главный тренер Валерий Лобановский Замен Ни Лобановский Ни Анри Мишель Они его и продолжают Во втором тайме Советская сборная В атаке Биланов пытался Сбросить мяч Под удар партнеру И Ненамеренно Но все-таки Подыграл себе рукой Это заметил Арпифилия Бразильский судья И французы Уже разыграли мяч Румальдо Арпифилия Главный судья матча Он из Бразилии Помогают ему Судей на линиях Испанец Арменио Санчес И японец Шизуко Такада Интернациональная Судейская бригада Как тогда практиковалась Тогда 20 лет назад Матч проходит В городе Лион На стадионе С очень звучным Названием Ноу Камп Французы Были сеянной командой Вот в этом финальном турнире Они возглавляли Одну из групп В данном случае Группу С И именно поэтому Все свои матчи Сборная Франции Проводила в одном И том же городе На одном и том же стадионе Вот здесь вот В Лионе На стадионе Ноу Камп Ну а сборная Советского Союза Базировалась В городке Иропуато И проводила там Два матча из трех На групповом этапе Ну вот На игру с французами С командой Маткой этой группы Пришлось ехать в Лион Биланов с мячом Теперь уже Яковенко Пытался Справа фланга Навесить И наша команда Добилась углового Василий Рац Будет подавать Вот Чина Рац Это левый фланг Но вот на розыгрыш Голового Он перешел На противоположную Часть поля Достаточно Острая получилась Передача Французы там Не сразу разобрались Но все же Ликвидировали угрозу Помимо того Что сборная Франции Имела преимущество Будем так говорить Своего поля То что она проводила Все матчи В городе Лион Перед этим матчем Французы тоже Имели определенное Преимущество по части Восстановления На один день больше У них было Для отдыха После матча Первого тура Первого тура В котором Еще раз напомню Французы обыграли Сборную Канады 1-0 Кстати говоря Мяч который В той игре Забил Жан-Пиер Попен Стал 1200 В истории Мировых чемпионатов Вот такой Небольшой Но юбилей Жан Тигана В жесткой борьбе Сохранил мяч Для своей команды Правда при этом Нарушил правила Сборная Франции Между прочим Кроме того Что была действующим Чемпионом Европы На тот момент Она была еще Бронзовым призером Предыдущего чемпионата мира Бронзовым Потому что Команда которая Занимала 4 место Получала бронзовые медали Французы В 1982 году В Испании Дошли до полуфинала Где в очень драматичном матче Проиграли сборной ФРГ Ну и затем уже На матч За третье место Против поляков Мишель Идальго Выставил Полурезервный состав Французы Этот матч тоже Проиграли 2-3 Но медали Бронзовые медали Получили Сборная СССР В Испании Выступила менее удачно В полуфинал Не пробилась Завершила выступление На втором групповом этапе Бессонов Бессонов с мячом Пошел вперед Сыграл с Заваровым Олейников Снова Бессонов Снова Олейников И Заваров Заваров разворачивается Но тут же его встречает Жан Тягана Пас Лорионова На ход Партнеру Но чуть-чуть Не расчет его Жоэль Батц Только что был На ваших экранах Один из Трех футболистов Сборной Франции Которые приняли участие Во всех восьми матчах Отборочного турнира Причем Батц Отыграл их без замен Ну а Платини и Фернандес Несколько раз Были заменены По ходу матчей Отборочного турнира Который Еще раз напомню Дался сборной Франции Достаточно тяжело Жан-Пиер Попен В борьбе сразу С двумя советскими футболистами Очень хорошо Укрыл мяч корпусом И заставил Наших нарушить правила Теперь фолл против Тягана Кузнецов отбирает Мяч у Попена И Ренат Досаев Начнет очередную атаку Сборной Советского Союза Ренат Досаев Единственный спартаковец В стартовом составе Нашей команды В этом матче Но еще В запасе Есть Александр Бубнов Спартаковец И Сергей Родионов И три киевских динамовца Вратарь Виктор Чанов И полевые игроки Вадим Девтушенко И Олег Блохин Кузнецов Максим Баси Хорошо играет На опережение И выбивает мяч Из штрафной французов Снова Олег Кузнецов На этот раз Из аута Вбрасывает мяч Еремчук Яковенко Навес к линии Штрафной Биланов Сбрасывает мяч Здесь хитро сыграл Бессонов И Не прыгая Практически Сумел Лишить соперника Мяча Грамотно Просчитал Отскок От газона Батистон На Тигана И французы Начинают свою атаку Ошибается Мишель Платини Несвойственно Для него В простейшей Ситуации Пас на коротке И сразу же Сопернику Заваров Биланов Еремчук На правый фланг На Яковенко Заваров Наши держат мяч Делают это очень хорошо Но причем Футболисты Которые Остаются без мяча Они постоянно В движении Предлагают себя И Поэтому потенциально опасна Эта атака Советской команды И Луис Фернандес Выбивает мяч Такую свечу Зажег Там стопера Не сумел В центральном круге Этот мяч Подхватить Ларионов Такая осада Ворот В исполнении Советской команды Биланов Баси выбивает мяч Ларионов Удар по воротам И гол Василий Рац Открывает счет Сергей Олейников Откатил мяч Рацу И Рац Выстрелил Очень мощно Издали И угодил В самую девятку А вы знаете Это Биланов Биланов Последним коснулся Мяча Перед тем Как Рац Нанес удар Поворотом Просто Убойный удар И здесь Молодец Еще и судья Рмуальда Арпифили Он успел Увернуться От этого Пушечного Выстрела Рац И мяч Влетел Точно В девятку 1-0 10 минут Прошло С начала Второго тайма Василий Рац Открывает счет Еще в первом тайме Олейников Рац И их партнеры Пристреливали С воротом Жоля Батца Издали Причем Не только Со штрафных Но и с игры Но и вот Эта пристрелка Не прошла даром 1-0 Сборная СССР Повела в счете В первом матче Против венгров Рац Не забивал Тогда Отличились Дважды Еремчук И по разу Яковенко Олейников Биланов С пенальти И Ларионов Но и вот Еще один Советский Футболист Вошел в историю Мировых чемпионатов Василий Рац Забил гол Причем Гол Красавец Еремчук На правом фланге Не лучшее продолжение Выбрал Но здесь Хорошо Ларионов Отработал Сзади И отбросил Мяч Досаеву Что теперь Предпринять французам Если ничья Их в принципе Устраивала То поражение Конечно Ни в коей мере Можно ожидать Того Что французы Активизируются Ну а Сборная СССР Получит Возможность Поиграть На контратаках Получит Пространство На чужой половине Поля Вот в такие Моменты В такой ситуации Команда Лобановского Была Предельно Опасна Тигана С мячом Фернандес Луис Фернандес В перерыве Снял щитки Спустил Геттер И вот Приобрел Свой привычный По выступлениям За сборную Франции И за Парис Сен-Жермен Вид Атакуют Французы А Мороз Шел вперед Ну а теперь уже Максим Басси Навешивает В штрафную И там Головой Очень удачно Очень хорошо Играют Владимир Бессонов Теперь Аяш Вбросит мяч Из-за боковой Уже на противоположном Фланге Жерес Спиной К воротам Принимал мяч Здорово Развернулся В ходе В штрафную Против него Бессонов Оттеснил Жереса За пределы Штрафной И наши Футболисты Мяч отобрали Фалят Французы Ну Не так-то просто Продолжать Командам матч На Высоких Скоростях Еще раз Упомянем о том Что Жара В Мексике Высокогорье И это сказывается На Состоянии Футболистов Кстати говоря Сейчас фола не было Как определил Судья Арпи Филио В рамках правил Французы боролись За этот мяч И они же Атакуют В день матча Сборных СССР Франции Столбик термометра Не опускался Ниже отметки В 30 градусов Ну и На протяжении Всей игры Вот такая вот Высокая Температура Держалась Жарко Душно Французы Атакуют Аяш Здорово Сыграл На правом фланге Навесил Штрафную И вот теперь уже Чуть-чуть Подталкивал Соперника Французский футболист Жан-Пиер Попен Хотя сам он так Не считает Досаев У мяча Но вот Что-то показывает Наш вратарь И делает характерный Жест Замена произойдет В составе Советской сборной Первая замена В сегодняшнем матче Анри Мишель Пока Свежих футболистов Не выпускал А вот Валерий Лобановский Это сейчас сделает И поле покидает Александр Заваров И вместо него Появляется Олег Блохин Один киевский Динамовец Меняет другого Олег Блохин Легенда Нашего футбола Его второй Мировой чемпионат Блохин выступал В Испании В 82-м году В составе Сборной СССР И вот Выходит на поле Четыре года Спустя В матче Против Сборной Франции Но номинально Получилось так Что вместо Полузащитника Вышел Форвард И скорее всего Вот это решение Валерия Лобановского Связано с тем Что требуется Освежить игру В передней линии И добавить туда Скорости Остроты Потому что Заваров Так объективно говоря Подустал И вот Та игра Которую он показывал На протяжении 20-25 минут В первом тайме Она конечно Отличается от той Что была Уже после перерыва Ну а Французы получают Право на штрафной И все это смотрится Очень-очень Опасно У самой линии Штрафной площади Сборной СССР Нарушили наши Футболисты правил И сейчас Остается только узнать Кто будет бить У французов Ну наиболее вероятный Кандидат Это конечно Мишель Платини Который и в первом тайме Несколько раз Опасно выполнял штрафные И вообще Он штатный исполнитель Штрафных В составе Французской сборной Мощная стенка Из 7 человек Удар поворотом Мяч проходит В сантиметрах От правой От Досаева Девятки И бил Никто иной Как Мишель Платини Очень здорово Подкручивал мяч Стенка здесь Не спасла бы Нашу команду Ну и Досаев Пытался достать Этот мяч В любом случае Платини ударил Мимо Ну и как говорится Слава Богу Тягана Играет головой В районе своей штрафной площади Наши подхватывают мяч Это Иван Еремчук Обходит одного Второго Навес Там Аяш Выиграл борьбу У Василия Раца Ну а Рац Нарушил правила Четверть часа Команды сыграли Во втором тайме 1-0 Сборная СССР впереди После блестящего удара Из-за предела штрафной Который нанес Василий Рац Французы Разыгрывают мяч Но Тарпифилия Показывает Что надо С того места Где были нарушены Правила Мяч Ввести в игру Жерез Длинная передача Вперед Здесь Стопера Сразу двое Советских футболистов Его атакуют Стопера мяч Сохранил Чуть назад Отбрасывает Жерез Фернандес Удар поворотом И счет сравнялся 1-1 Сборная Франции Забивает мяч И делает это Подключившийся К атаке Опорный полузащитник Луис Фернандес Просто феноменальный пас Жереза В центр штрафной Советской сборной И для Советских защитников Подключение Фернандеса Видимо оказалось Неожиданностью Потому что никто его не прикрыл Он выскочил Из-за спин наших игроков обороны И сравнял счет 1-1 Сразу несколько Футболистов Французской сборной Просто великолепно Сыграли в этом Игровом эпизоде Ну в частности Яник Стопера Который получил мяч На правом фланге И сумел сохранить его В борьбе с двумя Советскими футболистами Ну и конечно Блистательный Олен Джерез Который выполнил просто Великолепную передачу Передачу очень удобную Для Фернандеса Передачу очень Своевременную И так 1-1 Довольно быстро Французы сравняли счет Всего лишь 8 минут Им для этого понадобилось И это первый Мяч пропущенной Советской команды На этом турнире Бессонов Возможно какое-то время Нашей команде Понадобится для того Чтобы прийти в себя Но вот Сразу же перевели игру На чужую половину поля Идут вперед Олейников Играет в пас Здесь пошел вперед Николай Лоренов И его страхует Демьяненко Нарушены правила Достаточно часто Фолят в отборе И те И другие Причем Фолы такие Мелкие Но От этого Атаки Срываются И темп игры Замедляется И мы видим Что запасные Французской сборной Кидают пакетики Со льдом На поле Конечно Вот такая вот Жаркая погода Она Вынуждает Прибегать К вот такой вот Экстерной помощи Для того Чтобы Те кто Играет Могли Чувствовать себя Несколько посвежей Вот кстати говоря О самочувствии Помимо Жары Помимо Условий Высокогорья С еще одной Неожиданной Проблемой Пришлось столкнуться Нашей команде На старте Группового турнира А дело в том Что сразу Несколько человек Сразу несколько Наших футболистов Почувствовали себя Плохо После того Как попробовали Местные клубники Обнаружилась у них Аллергия На эту клубнику Но надо сказать Что город Ирапуата Где базировалась Наша команда Это такая Своеобразная Клубничная столица Мексики Ну и вот Эти ягоды Неожиданно Сыграли против Нашей команды В частности Ренат Досаев Неважно себя чувствовал Но Врачи сделали Все что было необходимо И Досаев И все остальные Кто Так вот Отравился этой клубникой Они сумели Начать выступление На чемпионате С самого первого матча Ну а французы Повеселили И оживились Их зрители На трибунах Это слышно По той поддержке Которую Оказывают Болельщики Французской сборной Ну и вот В этом городе Леон Все-таки Большинство Местных жителей Нейтральных Так сказать Болельщиков Они все-таки Поддержали Французскую сборную Просто потому Что для французов На первом групповом этапе Леон стал Таким родным городом Тягана Едва ли не первое Его подключение Вперед в атаку Он оказался Замечен У границы Нашей штрафной площади Нанес удар Поворотом Правда При этом Получил небольшое повреждение Олейников Пас вперед И уже Павел Яковенко С мячом Еремчук Два великолепных мяча Были забиты В этом матче Вот к этой минуте И если В случае с голом Советской сборной Прежде всего Стоит отметить Просто феноменальный По точности И силе Дальний удар Василия Раца То французы Провели очень Красивую комбинацию Просто как по нотам Все было разыграно Такое ощущение Что для Фернандеса Это в порядке вещей В каждом матче Вот так вот Врываться в чужую штрафную И реализовывать Вот такие моменты Хотя еще раз отметим Что Та роль Те функции Которые выполнял В этом матче Луис Фернандес Они были далеко Не показательны Для него В этом матче Фернандес действовал Гораздо ближе К чужой штрафной Чем обычно Бессонов Это вот настоящий Универсал В составе нашей команды За долгую карьеру В клубе И в сборной Владимир Бессонов Поиграл Ну практически На всех позициях Кроме Вратарской Он начинал Как нападающий Еще в молодежной Сборной Советского Союза Но вот постепенно Передвинулся В среднюю линию А вот на этом чемпионате Играл уже защитника И снова Тигана бьет Поворотом На этот раз Очень не точно Хотя никто ему И не мешал Игру сборной Франции Против канадцев В первом матче Группового этапа Главный тренер Французской сборной Анри Мишель Охарактеризовал Очень емко Он назвал эту игру Слабой И недостаточной Для того Чтобы бороться За что-то серьезное На чемпионате мира Но вот во втором матче Против куда более Сильного соперника Против сборной Советского Союза Французы уже Действуют Во многом по-другому Их игра более разнообразна Ну а счет пока Ничейный 1-1 Аяш на фланге Жирес Фернандес И снова Ленджирес Баси Амороз Батистон Французы перешли На долгий розыгрыш мяча Но вот уже следует Длинная передача В штрафную Вот вся эта перепасовка Она делалась Не просто так А с целью Выискать наиболее Благоприятное Продолжение В атаке И в тот момент Когда сделал рывок Нападающий Тут же ему последовала Передача Уж кто-кто А Аленджирес Поле видел Просто великолепно И сразу же Отреагировал На рывок Папена Здесь на фланге Едва не проиграл Борьбу за мяч Максим Баси Но в последний момент Успел его выбить За пределы поля Ну и мы видим Что вторая замена В матче готовится Остается только понять В составе какой команды Там сигнализировал Боковой судья Поднятием флажка О том что будет замена И вот нам показывают Павла Яковенко Именно он покидает поле Середина второго тайма Валерий Лобановский Производит вторую И последнюю Из разрешенных Регламентом замен В этом матче Уходит с поля Павел Яковенко Киевский динамовец И на поле выходит Сергей Родионов Из московского Спартака И выходит он не один А с двумя пакетиками Со льдом Для партнеров Вот то о чем мы говорили Сборная СССР в атаке Ну а что касается Сергея Родионова То и он И в матче Против венгерской сборной Тоже выходил на замену Во втором тайме Причем для Родионова Так же как и для Олега Блохина Который появился На поле Десять минут назад Этот чемпионат мира Уже второй в карьере В 82 году Будучи еще 19-летним Сергей Родионов Уже принимал участие В мировом первенстве Здесь нарушены правила Против Мануэля Амароса И французы пробьют штрафной Максим Басси Переводит мяч на правый фланг Там активный единик Стопера Уходит от Демьяненко И навешивает штрафную Очень опасный удар Поворотом Досаев выручает нашу команду Жан-Пьер Попен Наносил удар головой В борьбе с советским защитником Вот сейчас пара французских нападающих Придемонстрировала Как она умеет взаимодействовать Между собой Яник Стопера Блестяще сыграл на правом фланге Демьяненко не сумел у него мяч отобрать И очень расчетливый навес штрафную И буквально с линии вратарской Попен наносил удар Каким-то чудом Досаев успел среагировать Да, с французами шутки плохи И вот в эти минуты Сборная Франции Еще раз напомнила Что именно она Действующий чемпион Европы Именно она Бронзовый призер Предыдущего чемпионата мира И именно она Один из главных фаворитов Этого мирового первенства Мануэля Мороза с мячом Батистон Как же далеко Периодически отходит Платиник своим воротом Вот сейчас чуть ли не у границы Своей штрафной Встретился с мячом Не торопится Бац Батистон И обратите внимание Советские футболисты Все отошли на свою половину поля И не прессингуют Вот пример игровой аритмии В исполнении команды Валерия Лобановского Если в первом тайме Мы видели несколько игровых отрезков Когда наша команда Вступала в борьбу за мяч Буквально на границе Чужой штрафной площади Сразу же при потере мяча То вот сейчас Оттягиваются Едва ли не всей командой На свою половину поля И оттуда уже Начинают отбор И оттуда начинают атаки Сейчас на бедро Соперник поймал Ивана Еремчука Олейников показывает Что неплохо бы И желтую карточку Показать французу Вот Иван Еремчук Блистательный футболист В карьере которого К сожалению Было слишком уж много Травм Но вот Фернандес В этом столкновении Тоже Получил повреждения Хотя и Сам нарушал правила Блохин Перевел мяч На фланг И там Сергей Родионов Пытался обыграть соперника И французы Не стесняются фалить Штрафной может быть Очень опасным Василий Рац Будет навешивать С левого фланга До удара по воротам Дело не дошло Хотя В большом количестве Советские футболисты Подтягивались К чужой штрафной И защитники Вперед пошли В частности Олег Кузнецов На линии штрафной Располагался А теперь он уже Бежит назад К своим воротам Стопера с мячом Сместился с правого фланга Бессонов Отыгрывает мяч Досаеву И тут как тут Обратите внимание Кто мог Перехватить этот пас Крайний защитник сборной Франции Мануэль Амарос Оказался Впереди всех Впереди полузащитников Впереди нападающих Стопера и Папена Именно Мануэль Амарос В первом тайме Особенно в первой половине Первого тайма Французские защитники Не позволяли себе Вот так вот Идти вперед Теперь уже наша команда Атакует И опасный удар Сходу Вот можно прямо отметить Такие пятиминутки Активности В исполнении Той и другой команды Которые потом Сменяются Тремя-четырьмя Минутами Такого относительного Штиля На поле Патрик Батистон С мячом Отдал Фернандесу Пас поперек Поля Снова Батистон Фернандес Стопера И теперь Коллективный отбор В данном случае Вдвоем Советские футболисты Атаковали стопера Этот отбор Принес успех Демьяненко И Бессонов Длинная диагональная передача На правый фланг Там Олег Блохин Открывался И рядом был Партнер Но мяч Не дошел До наших футболистов Теперь уже Жан Тигана Идет вперед Чуть сильнее Чем требовалось Платини мяч Не достал Вот К вопросу О великолепной Французской команде Тех лет Наверное Очень показательно То что Целый ряд футболистов Впоследствии стали Очень хорошими Тренерами Это И о Жане Тигана Речь И о Мишеле Платини И о Луисе Фернандесе И Ален Жирес Тоже Практикует Как тренер Довольно успешно Вот вся французская полузащита Это блистательная полузащита Потом Завершив Карьеру игроков Эти футболисты Стали Тренерами А Жан-Пиер Попен Активен В этом матче Попен Мог стать Наверное Одной из звезд Этого чемпионата мира Но К сожалению Для француза Получил травму И Не смог провести все матчи Ну а вот В этой игре Андрей Мишель Меняет Попена За 15 минут До окончания матча И Бруно Белон Появляется на поле Бруно Белон Нападающий Из клуба Монако Амарос с мячом Белон Сразу же партнеры Подключают Белона К игре Дают ему возможность Почувствовать мяч Белон Острый нападающий Он Не был 100% игроком Стартового состава В сборной Франции Середины 80-х Но Вызывался в нее Регулярно И вот В частности Бруно Белон Забил один из двух мячей В ворота сборной Испании В финальном матче Чемпионата Европы 84-го года Ну а Счет в том матче Вы помните Наверное Открыл Платини Так что Белон Это еще один Действующий чемпион Европы В составе французов Платини у мяча Очередной штрафной Но Родионов Родионов Лорионов Батистон Выигрывает борьбу За верховой мяч Ну а здесь Атака следует Не хватило Ну и может быть Пас в исполнении Амароса Был не очень качественным Слишком близко К вратарю Мяч пошел А в отборе Мороз сыграл Просто блестяще Бессонов Блохин Очень хорошая передача Подключился к атаке Анатолий Демьяненко Вот элемент Тотального Если хотите Футбола В исполнении Сборной СССР Нападающий Блохин Действует в подыгрыше А на острие Атаки Вдвигается Защитник Анатолий Демьяненко Левым флангом Атакуют французы Бруно Беллон Который вышел На замену Пять минут назад Он вот Занял позицию Ближе К левой бровке При этом Яник Стопера После того Как был заменен Папен Сместился в центр До этого Стопера Действовал В основном Справа Жирес Жирес Автор голевой передачи В этом матче Помните Что Фернандес Забил гол Именно после Блестящего паса Алена Жиреса Беллон борется За верховой мяч И при этом Нарушает правила Сборной Франции На этом Мировом чемпионате Была уготована Более Долгая жизнь Чем сборной Советского Союза Французы В итоге Вновь Как и Четыре года назад В Испании Дойдут до полуфинала И вновь В полуфинале Встретятся со сборной ФРГ И вновь проиграют ей Правда На сей раз В основное время И вот Многие Обозреватели Сходились во мнении Что именно Свежести не хватило Сборной Франции В матче Против немецкой команды Немецкой команды Которая была Менее изобретательна Менее искушена В каких-то Технических Нюансах Но которая Очень грамотно Выстроила тактику Которая забила Быстрый гол И потом Организованно Защищалась Периодически Дергала французов Резкими Контератаками Ну и в итоге Добилась своего Здесь пожалуй Перестарался Мануэля Мороз Ударил по ногам Нашего футболиста Ну а Арпифилия Показывает себя Как Очень такой Педантичный Рефери И вот уже В который раз Мы замечаем Что он заставляет Перебить Штрафной удар Потому что В данном случае Мяч был Удар был нанесен По катящемуся Мячу Лорионов На правом фланге Еремчук Родионов Пас В штрафную Во втором тайме Пожалуй По увереннее Действуют Центральные защитники Сборной Франции При навесах В штрафную Чем это было В первой половине Матча Ну и Очередная Замена И уже Последняя Замена В этом матче Ален Джерес Покидает поле Полузащитник Из клуба Бордо Ну а Кто же Его заменит А на поле Появляется Филипп Веркрюис Из клуба Ланс Веркрюис Игрок Достаточно универсальный Он может Сыграть И чистого Нападающего И Может сыграть В средней линии Но в данном случае Очевидно Именно В полузащите Он проведет Эти 10 минут Чуть менее 10 минут Которые остались До финального Свистка Бразильского Судьи Румальда Арпифилия Потенциально Довольно опасный Штрафной Может быть У мяча Василий Рац И вот Как было опасно И по-моему Если не ошибаюсь То от ноги Мануэля Амароса Мяч Летел в ближний угол Французских ворот Вы наверняка Обратили внимание Что практически Все подачи С угловых И штрафных Выполнялись Советскими футболистами В этом матче На ближнюю штангу И почти всегда За исключением Редких случаев Это было очень и очень опасно И вновь Навес на ближнюю штангу Правда Чуть менее удачно Чем это было Несколько секунд назад И Тигана Выбивает мяч в аут Лорионов Выбрасывает Из-за боковой Рац Переправлял мяч Штрафную И здесь Сергей Родионов Опережает Патрик Батистон Вот Теперь уже Пятиминутка активности В исполнении Сборной команды Советского Союза И мяч Не покидает Французскую половину Поля уже Наверное На протяжении Трех минут На обе штанги Жуаль Батц Расставил Полевых игроков Страхуется Французский Голкипер И снова Навес На ближнюю штангу Причем на этот раз Мяч Непосредственно От углового флажка Летел в створ ворот Летел под перекладину И Батц Выручил свою команду Василий Рац В очередной раз Готовится выполнить подачу Посмотрите Как жарко в Мексике До трусов Разделся оператор Местного телевидения Еще один Острый навес Батц Ошибается на этот раз И очень здорово Сыграл Максим Басси Именно он Помог Фернандесу И именно он Стоял у дальней штанги И Его голова Спасла От больших неприятностей Сборную Франции И очередная подача Это уже настоящий штурм В исполнении Советской сборной И снова Василий Рац И наверное уже Изрядно Понервничал Анри Мишель На тренерской скамье И продолжает нервничать Батц Играет кулаками Ну и вот сейчас Судья показал Что Подсаживался Игорь Биланов Под Французского футболиста И свободный Пробьют французы Да, очень жарко было У французских ворот И второй тайм По количеству Созданных голевых моментов Заметно превосходит Первую 45-минутку Ну и дело Даже не только в том Что мы увидели Два забитых мяча Но сколько еще было Острых моментов И у тех И у других ворот У французов Мог забить Попен Вы помните Как Досаев Непостижимым Просто образом Среагировал На удар головой С близкого расстояния Ну а наша команда Вот сейчас В последние несколько минут Провела Такой штурм Ворот соперника И угловые В исполнении Василия Раца Были очень-очень опасны Тигана Разыграл мяч Это Платини Пас на правый фланг Там Стопера Еник Стопера И помогал ему Вильям Аяш Вот как раз Аяш обыгрывал Раца Но упустил мяч За боковую Демьяненко Снова требуется время Для того Чтобы восстановить дыхание Для того Чтобы Немножко Восстановить силы Футболистам Сборной Советского Союза Ну и матч Уже подходит к концу Очень непростой матч Против одной из Сильнейших команд мира На тот момент Матч В котором Сборная СССР Выглядела Более чем достойно И Пожалуй Заслуживала победы В ничуть не меньшей степени Чем соперника Может быть даже И в большей степени Если суммировать Вот качество игры И созданные моменты За два тайма Демьяненко Отдает мяч вперед Там на опережение Сыграл Жан Тигана И шанс у французов Бруно Белон Активно включился в игру И вот сейчас боролся за мяч Это Аяш выбрасывает Из-за боковой Ошибаются французы Ошибся Жан Тигана И Биланов шел вперед Подключает к атаке Блохина Блохин чуть назад Вот какой великолепный пас Еремчук Удар по воротам И все вроде бы Грамотно сделал Иван Еремчук И выдержал Великолепную паузу Усадил уже практически На корточке Вратаря Жоэля Батца Но удар в ближний угол Не получился Вот давайте еще раз посмотрим Вот она эта пауза Батц садится И вроде бы уже почти отыгран был французский вратарь Но вот Еремчук не сумел точно ударить Может быть и мышцу свело уже Потому что концовка матча Сил уже не хватает Ну и возможно было бы еще интересное продолжение Если бы Еремчук На дальнюю штангу мяч отдал Там сразу двое партнеров Блохин В частности Открывался Вот Но Еремчук Решил ситуацию вот так И наверное имел право Ударить сам И еще один Момент Который безусловно В плюс идет нашей команде Еще одна очень хорошая атака Пусть и не завершившаяся взятием ворот И наверное пара минут буквально осталось До финального свистка Не спеша Олег Кузнецов и Ренат Досаев Разыгрывают мяч И Досаев сейчас введет его в игру Свистят зрители Ну им конечно хотелось бы видеть Яркий атакующий футбол С первой до последней минуты Но наверное те кто пришел на трибуны стадиона Ноу Камп В городе Леон Остались В любом случае довольно увиденным Матч Высококлассных и равных соперников Демьяненко Кузнецов Ну и не сказать что французы уж так Очень активно атакуют наших футболистов Там Бруно Беллон Единственный кто пожалуй пытался обозначать прессинг Ну и тем временем пошло уже компенсированное время 45 минут второго тайма истекли Сборная СССР играет с французами в ничью 1-1 И если вот этот матч так и завершается То наша команда сохраняет за собой первое место в группе По разности забитых и пропущенных мячей После матча Валерий Лобановский отметил Что обе команды показали игру Очень высокого качества Сказал что наверное ничейный результат Закономерен Ну и посетовал на то что все таки вот тот день Лишний день на восстановление Который был у французов Он сказался Особенно во втором тайме Несколько игроков советских выглядели уставшими Во второй половине встречи Вот в частности этим диктовались и замены Которые провел Лобановский во втором тайме Ну а судья Арпифилия из Бразилии Дает свисток И это означает что матч группового этапа Чемпионата мира 1986 года Между сборными Советского Союза и Франции Завершен ничья 1-1 Очень интересный матч Свидетелями которого стали и мы с вами Вот спустя 20 лет Путешествовать в прошлое вам помогал Олег Пирожков Всего доброго и до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok